Земля, вода, огонь и воздух. Гончарное ремесло издревле соединяет в себе эти четыре стихии. Создание из простого куска глины сначала домашней утвари, а затем и произведение искусства завораживает. Так Марина Слядникова из Котласа занимается лепкой с детства и теперь хочет соединить свою жизнь с искусством скульптуры. Я люблю рисовать птиц, так как воздушное у них плавное движение. И я решила сделать такую работу, потому что такое настроение сейчас между небом и землей. Вместе с Мариной в Череповец на конкурс детского творчества «Гончары северо-запада России» приехали около сотни юных мастеров из Архангельска, Великого Новгорода, Тутаева, Ярославля, Вологды и других городов. Показать свои умения участники смогли в работе с рельефом, скульптуре малых форм и на гончарном круге. Сложности возникают, да, как в любом другом деле. На первой стадии, когда центруешь глину, она может улететь со стола. Да, такое бывало. Она может все пойти боком, что придется срезать половину работы. Может просто оказаться банальная дырка в основании, и всю работу придется срезать. Многих проблем случаются, но и надо учиться их преодолевать, искать пути. Два года назад в Череповецкой художественной школе номер один уже собирались представители ремесленных видов творчества Вологодской области. В 2016-м организаторы решили расширить границы конкурса. Для того, чтобы обеспечить всех желающих материалом, в школу привезли 625 килограммов итальянской глины. Ребята сегодня не только показывают свое мастерство, они, конечно же, общаются, они набираются опыта, потому что, ну, конечно же, в каждом городе, в каждом регионе есть какие-то свои особенности, какие-то свои, может быть, и секреты, и тайны мастерства. Поэтому они вот, наш конкурс, это вот такая площадка для творческого обмена. Обменяться опытом смогли не только дети, но и их наставники. Для педагогов провели несколько мастер-классов по современным техникам и архаичным способам работы с глиной. Я бы, конечно, хотела пообщаться с коллегами, посмотреть что-то новое для себя, тоже чем-то поучиться. Может быть, и потом у вас очень такого высокого уровня, тут мастера будут представлены. Конечно, мне хочется как педагогу тоже и как мастеру совершенствоваться, учиться чему-то. На то, чтобы воплотить в жизнь свои задумки, участникам дали 4 часа. После этого к работе приступила профессиональная жюри в составе скульпторов и художников Череповца. Что требуется от детей? Требуется отдача полная, чувственность, передача того, что изображается. Но профессионализм приветствуется в какой-то степени. Понимаем, что это детское творчество, понимаем, что ни у кого сразу ничто не получается. Ну и выявляем в сравнении. Победители конкурса «Гончары Северо-Запада России» будут определять в трех направлениях. Все участники, уверены организаторы, увезли домой не только награды, но и теплые воспоминания о конкурсе и Череповце. Анастасия Хаткова, Анатолий Холин. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова